Уходят друзья Такие же волны бегут в никуда Такие ж поля колосятся хлебами Уходят ребята от нас навсегда И навсегда остаются с нами Ты помнишь, ты помнишь, тот снежный февраль Как шли мы в Атлантике в поле с ветрами Как труп налетел неожиданно школа Как волны вздымались, стипая над нами Не весело было, но страху назло Еще улыбались, ругая погоду Но кто-то на мне свечу затушил И медленно судно уходит под воду 16 февраля 1982 года В 5 часов 28 минут В Северной Атлантике во время жестокого шторма Затонуло советское грузовое судно Из 37 членов экипажа Живых осталось 5 Двое из них и поведают нам сегодня о случившемся В этот момент судно стало носом уходить в воду Корма стала подниматься Вибрация судна увеличилась Были слышны какие-то взрывы в машинном отделении В этот момент я понял, что Это последние минуты Живые судны экипажа Было впечатление, что Теблоход может перевернуться Сделать овертиль Сдать смерть Для всех И Я для себя решил, что лучше Прыгнуть за борт Знайти смерть там Когда вот нас с воды вылавливали Я говорю, но в последний момент уже получилось как Я сорвался с этого круга Мы отсыпились, когда от куска этой шлюпы, которую поймали У меня стало вдоль борта затягивать вниз У меня еще такая мысль А он медленно проходил, что винтом разрубит Воздуху набрать не успел Только в глаза открыл И сквозь толщу света вижу прожектора Казалось бы, история давняя Зачем сегодня в нее возвращаться? Ну вот вспомнили о механике Тарасовой в печати И сразу поднялась буря споров и разнообразия Автор героической хроники Шторм Илья Миксон, например, трактовал Происшедшее в духе казенного активизма Другие авторы Не претендуя на монопольное увладение истиной Пытались разобраться Происшедшим Трагедия жива не только В памяти моряков Она имеет прямое отношение к переменам Происходящим как на морском плоте Так и во всей стране А мы знаем о ней, к сожалению, недопустимо мало И это открывает дорогу лжи и домыслам Обесценивая саму жизнь Давайте все же попытаемся разобраться Что именно случилось с людьми в ту февральскую ночь Где берет начало катастрофа Цена которой Тридцать две жизни Анализ ошибок, потерь, трагедий Куда важнее опыта, успехов и побед Достигнутых Слишком дорогой ценой Вечером 14 февраля Теплоход механик Тарасов Настиг циклон Волны достигали 15-ти метровой высоты Крем 40 градусов на оба борта Но судно продолжало идти прежним курсом На попутной волне Это было особенно опасно Капитан упустил момент поворота носом Или скулой на волну Как того требовали условия штормового плавания В разгар шторма Попытка повернуть, встать ладом к волне Уже могла стоить и судну, и экипажу жизни Попытаемся восстановить Как развивались события в дальнейшем Во время жестокой качки Железный ящик пробил в трюме стенку Балластной цистерны Вода из нее начала поступать в трюме Судно получило постоянный крен на левой борте На качке его кренило уже до 50 градусов Не зная о пробоине Капитан распорядился закачивать Поврежденный танк за бортную воду Затем заполнил другую цистерну Того же борта Надеясь выровнять крен После этого судно за считанные минуты Перевалило на правый дом Крен превысил 55 градусов Вложение стало особенно опасным После того, как волной смыло палубные вентиляторы И в трюм пошла забортная вода И заключение ведомственной комиссии В 12 часов 45 минут 15 февраля По телефону представителю ММФ в Канаде Было поручено привлечь Спасательным операциям самолеты И спасательные суда Канадской береговой охраны Около 16 часов 15 минут Самолет, подлетая к судну Предложил немедленную помощь От немедленной помощи Капитан отказался, видимо, считая положение судна Не угрожающим Вот я говорю, еще раз считал, что вот если Как-то забрать его Ну, во-первых, то, что, конечно, от немедленной помощи Отказался И что, когда принималось решение Это очень прекрасно Когда мы стояли Уже было понятно, что надо давать СОС И я как понял, он на это решить еще не мог Он, который ждал какого-то совета В непонятном состоянии С балластировкой те же балластные операции Слушайте, мы принимали два часа, качали балласт А Былкин любил это дело частенько Чуть небольшой крен равна Капитан, конечно, знал все особенности Недостатки Все возможности своего судна Почему же он не подал сигнал СОС И не принял немедленные меры Для спасения людей Былкин Я его судить не берусь Фигура неоднозначная Мне о нем тоже неоднозначно Когда случилась эпопея С Былкиным Я был плавающим товарищем И так глубоко Эту проблему не вникал И где правда посередине Справа, слева, я не знаю Я считаю, что он достаточно был грамотный Опытный капитан Но то, что говорят, что у него был тяжелый характер Ну, каждый человек имеет свой характер Конечно, это нельзя, чтобы все имели одних раз Как моряк, он достаточно опытный капитан И, так сказать, жизнь Он отдавал и отдал полностью море Я думаю, что Вы знаете, о мертвых говорят Не говорят ничего Или хорошо Поэтому я бы на этом хотел остановиться Я бы сказал, что экипаж Действительно героически боролся И спасал судно И бросил свою жизнь Капитана Былкина я лично знал Знал его как опытнейшего моряка Обвинить его в стройности я никак не мог Былкина я могу характеризовать Как капитана опытного Я бы сказал, даже талантливого Ну, у него были, так сказать Просто личного плана Такие характери, чертей Может быть, не совсем капитанские Но человек этот был твердой волей У нас же ведь есть свидетели Остались живы несколько человек Они все рассказали Поэтому, какие могут быть сомнения И когда шлюпку сорвало Я поднялся на мостик Чтобы доложить об этом капитана На мостике никого не было И вдруг по радиотелефону Я услышал Как кто-то нас вызывает Разве не помню, как это было дословно Помню, что подошел К радиотелефону Стал говорить Понял, что это были рабаки Рыболовные судны Что они находятся рядом с нами Хотя я их еще не видел Визуально И К этому рыболовного судна Спросили Какое у нас положение дел И Нужна ли нам помощь Я сказал, что Мы потеряли спасательную шлюпку Не смогли ее спустить Что У нас большой крен На правый борт И что судно не управляем Также сказал, что нам нужна помощь В этот момент На мостик поднялся капитан Увидел меня в радиотелефоне И спросил С кем вы разговариваете Он ему сказал, что Какое-то Рыболовное судно Которое находится рядом с нами Вышел на связь Само И узнает Что у нас Случилось Капитан стал говорить Я слышал этот разговор Опять-таки дословно не помню Но В памяти осталось Остался смысл этого разговора С этого фарерского судна Спрашивали Нужна ли судно помощь Капитан Анатолий Павлович Сказал, что Помощь этого рыболовного судна Нам не требуется Что Наш судно будет Спасать Советский теплоход И что рыбаки Могут быть свободными Я думаю, что Человек Капитан С достаточными Волевыми усилиями Знающий Имеющий опыт Он не будет Разбираться Кто ближе Наш В двухсуточном переходе Или Американец Или норвежец Который находится В четырех часах И принят однозначно Но здесь какие-то Нормативные документы Помимо устала существуют То есть есть давление Еще С другой стороны Нормативных документов Которые говорил бы Однозначно Я даже о них говорить не хочу Потому что для меня Это не вопрос Я Если бы у меня Такая случилась ситуация Я бы так не смотрел Побуден ли капитан Принимать Последние решения Скажем Об оставлении судна Или по-прежнему Он должен Много раз Даже в эту Критическую минуту Много раз Это решение С инстанциями Проговаривать Капитану Капитану Надо принимать Самому решение Они соглядываются На пароходство И министерство Потому что Пароход конечно Железное А люди у нас Остаются людьми Человеки Прежде конечно Забота о человеке Капитана смотрят Видят Ему доверяют Вот так Должно быть Но К тому времени Может быть Еще не существовало Даже вот И даже у того Капитана Былкина Что именно Спасителем Экипажа Будет это Маленькое Рыболовное судно Надеялись На то Что большое Рыболовное судно Подойдет Всех снимет И все будет Благополучно И на судах На этом Рыболовном судне Который шел В качестве спасателя На борту Механика Тарасова Все были уверены Что Вот как раз Эта вот организация И Более надежная Совершенно верно Вот сейчас Видно Что Малое судно Больше С большим успехом Действовало С этой сценой Я вам уже говорил Перед этим Что Опыт Приходит Потом И так В этом случае Получилось Что Эффект спасания Небольшого судна По механику Тарасову Оказался Больше Чем Спасение Таким Большим Крупным судном А после того Как вот Сорежцы Получили Такой Отказ Который В общем-то Их освобождало С всякой Ответственности Дальнейших Как они поступили Они ушли? Нет Они не ушли Они находились Непосредственно В близости От судна Сходили Кругами За гроб Теплохода Иногда Подходили На такое Близкое Расстояние Что Было впечатление Что их Может набрасить На наше судно И не получит Повреждения То есть Был страх Даже за них То что Сигур Фарев Грифовал Около нас Долго Это Мы слышали Переговоры Мы даже Когда в каютах Сидели Когда выходили Увидят А то что Он подходил Практически Как я понял Сколько я был Напал А он Старался Подойти Как можно ближе И вот В конечном Ситуации Когда мы В воде Оказались Дворский Наш ушел Бог знает Куда Честно говоря А Сигур Фарев Справа Герку С вашего Куда послывем Давай направо Там вроде Ближе И собственно Сам факт Говорит за себя Сигур Фарев Поднял 14 Трупов И пятерых Носа Дворский Только семерых Хотя там Мы мотивировали Тем что Высокий борт Между прочим Абсурдная Бесчеловечная Мысль Что наши Моряки Чуть Капитана Булкина В решении Дождаться Советского Судна Но Теплоход Иван Дворский Подошел Слишком поздно Мы увидели Его огни Увидели Уже визуально Этот теплоход И в этот момент Судно Судно Корма Судна Стало Подниматься Бак На судно Ушел в воду И Видимо Уже со стороны Даже было заметно Что судно Тонет Потому что Судно Стало Уходить На судно Судно В этот момент Иван БМРТ Иван Дворский Развернулся И стал Отходить От судна Здесь я понял Что От этого спасения Которое было Оговорено Этот План Спасательных работ Срывается Потому что Судно Тонет И Просто Теплоход Опоздал Дворский С помощью Радиограмма С борта Большого Морозильного Траулера Иван Дворский 16 февраля 5 часов Передал Информацию Капитану Былкину Способе Перехода Способе Пересадки Людей Получил Согласие Информацию О том Что Вся верхняя Палуба Ушла В воду Люди Находятся Коридоре Левого Борта Наверху Рекомендовал Капитану Былкину Еще раз Сделать Попытку Использовать Свои Спасательные Средства И воспользоваться Помощью Рыболовного Судна Сигурфари Ответ Буду ждать Вас Обойдите Вокруг Меня Прикиньте Ситуацию Дворский Подошел И стал Проходить Доль борта Медленно В район Кормы Такое было Ощущение Очень приятное Что вроде Рядом Жизни Проходят Мину Когда я понял Что нас уже Никто спасать Не будет У меня было Впечатление Что судно Перевернется Потому что Крем Был очень большой На правый борт Оно лежало Тогда я крикнул Что кто не хочет Чтобы его Засосало Вместе с судном Прыгите За борт Потом Предложил Связаться Между собой В связке У нас было Много Различных Переол Приготовленных Разные Случаи Так Образовалось Несколько Связок Та связка Где я был Состояла Из пяти Человек Когда мы Связывались В эту Связку Капитан Спросил Вы куда Я ему Сказал Мы спасаться Дословно Но по идее Это было Не спасаться А Это был Выбор Что ли Смерти Потому что В тот момент Я уже не думал Ни о Дворском Ни об этом работе Я видел Я видел В углу Дегоноски Волна И ходу Радиограмма Диограммы С борта БМРТ Иван Дворский Пять Пять часов Десять минут Работаем Задним ходом Подходим к кормой К корме теплохода Механик Тарасов Корма Судно Высоко Нависло Над нашей Кормовой палубой Положение Опасно Пять часов Двадцать минут Судно Продолжает Погружаться Корма Задрана Семьдесят Градусов Поверхности Воды Людей На палубе Не наблюдаем Пять часов Двадцать четыре Минуты Теплоход Механик Тарасов Его кормовая часть Почти вертикально Погружается В воду Связи Нет То есть Я не могу сказать Что была Какая-то Большая Паника Но И не сказать Что это была Нормальная Уже Обстановка Люди понимали Что они Дивнут Конечно И крики Страстные Потом Значит Когда мы Были в связке Я сказал Ребята Давайте прыгать Потому что Иначе Будет поздно Но потом Видимо Какая-то Или тряска Или вибрация Не знаю что Но случилось так Что мы все Кубы Покатились В борту И оказались В воде Первое впечатление Было то Что нас сейчас Засосил под винты И потом Когда я вернулся На судно Увидел Винты Винты уже были В надводном Положении Понял Что нас Не переродят Впостями Нас Стало Ветром Относить Ну Конечно Пытались Вплывать Ну Больше Конечно Относило Нас Ветром Потом Я вспомнил Что у меня В кармане Был Фальшвейер Вроде Фальшвейер Расследовавшая Обстоятельства Гибри Теплохода Механик Тарасов Виновных Не нашла Как повернулось Бы дело Если бы Расследование Проводилось В наши дни В условиях Гласности И все таки Не в том Разумеется Смысл Нашего Очистительного Времени Чтобы искать Виновных И ужесточать Наказание Виновны Мы все Как все В равной мере Оказались Жертвами Ложных Ориентиров Сегодня важно Не молчать Об ошибках А учиться Извлекать Из прошлого Уроки Во имя Сохранения Жизни Живой Так надо ли Ворошить Старое? Мы В принципе Очень долгое время Прямо скажу Что не один год Пытались разобраться Узнать Что же На самом деле Было Информации Не было Никакой Информации Фактически Было Очень мало То есть Приходилось Додумывать Исходя из Знания Судов Условий Исходя из Каких-то Слухов Разговоров Исходя из Пожеление Материалы Гибели Механика Тарасова Не были Опубликованы В открытой Печати Почему я Говорю С сожалением Потому что Сирокая Морская Отчественность Не может Обсудить Различные Аспекты Этих Аварий Выскажет Может быть Даже Противоположные Точки Время Потому что Вскоре Рождается У нас Гласность В отношении Аварийных Случаев Она же Была Мы Старались Каждый Случай Каждый Случай На море Она Проходила Только Профессионально Совершенно верно Профессионально И масса людей Даже не знали Вообще О факте Гибели Судные Может быть Может быть Да Бывало Так что Действительно За границей Случаются Аварии А у нас Меньше Что у нас Сейчас На первом месте Безопасность Людей Или экономика Проходите Безопасность Людей Или экономика Вы знаете Я думаю Однозначного Ответа Я вам не дам С одной стороны Экономические Проблемы Давят Но с другой С другой Стороны Нельзя их Решать Отрыли От этого От понятия Человеческая жизнь Ее значимость Ее цена Так Так Посмотришь Вернешься К временам Великой Отечественной Войны Там Собачья Цена Человеческой Жизни Была одна Сейчас Войны нет А Люди Входят Из жизни Тайфуна Потом Потом пошел На плечах Тайфуна Мы Мы Можем Лишь Строить Предположение Опираясь На радиограмму Мнение Опытных Моряков Свидетельство Немногих Оставшихся В живых Очевидцев Трагедии Все-таки Начиная Это плавание В зимнее время Через Атлантику Видимо Были рекомендации Плавать Много Южнее А не по Северным Широтам И использовать Рекомендации Гидромедслужбы Которые На это время Уже были Авторитетными И достаточно Обоснованными Капитан Получал Прогноз И получал Рекомендацию О необходимости Укрытия Умы срылись Однако Значит Из соображения Видимо Необходимость Исследования В Порт Гамбург Вот 21 числа Он должен был быть В Гамбурге Он пренебрег Этой рекомендации Что само по себе Не является криминальным Это в его праве А это право Заложено в уставе Капитан Имеет право Принимать то решение Которое Сочет Необходимым Из соображения Экономичности И безопасности Плавания Но в данном Случае Вот это решение Оказалось для него Роковым Гараж Собственно говоря Представьте себе Гараж Размером Значит Где-то 150 метров длиной Даже 200 метров длиной И шириной Порядка 20 метров Вот в этот гараж Въезжают По наклонной рамке Въезжают Автомашины Легковые Автомашины Трейлеры И выезжают И выезжают Судно Значит Подходит К причалу На него Значит Накатывается Этот груз И очень быстро И легко Выкатывается То есть они экономичные Они очень экономичные А чем их большая опасность Главное Что эти суда Гибли Очень быстро В течении буквально Нескольких минут В условиях столкновения Получается Что пробоина Корпуса Дает возможность Забортной воде Быстро Заполнять Этот огромный трюк Одна из последних Трагедий Случившихся С судами Такого типа Гибель Английского парома Герард Офри Энтерпрайз 6 марта 1987 года Судно вышло Из бельгийского порта ПЗ Брюги И едва успев Набрать ход Перевернулась На мелководье Причина Поступление воды В трюм На борту судна Находилось Около 600 человек Примерно Треть из них Погибла Таких примеров Очень много И самое Самое страшное Что в данном случае Спасательные средства Оказываются Бесполезными Ни шлюпка Даже и плоты К сожалению Значит они Не отвечают Своему Назначению С каждым годом Суда Совершенствуются А вот спасательные Средства У нас на флоте По мнению моряков Остались чуть ли не На уровне Прошлого века Механик Тарасов Не был исключением Как вы считаете Сейчас действующие Средства Спасательные на судах Они Вполне обеспечивают Безопасность моряков В любых условиях Или нет Давайте об этом Насколько слов Можно Ну так Дело в том Что действительно Они ведь Это Ну где-то Мы По теории Вероятности Рассчитываем 50% Обеспеченность Спасания С помощью Судовых Спасательных Средств При Катастрофах Морских В половине Случаев Люди Должны В теории Спасательных Средств Снабжения И обеспечения Спасательных Средств Вы понимаете Вот беседа Не в том ключе Так что Матрос Мамонтов Пытался Приспустить Шлюпку Но Шлюпка Когда Стронулась Больше Не остановилась Без тормозов Пошла Воду Сорвалась Стиль Блоков И дальше Ее Стало Большими Волнами Ударять От судна В то Время Еще Шторм Достаточно Сильный Судно Сильный Раскачивало И когда Я посмотрел На эту Шлюпку В которой Никого Из членов Этипажа Не было Я подумал Что Хорошо Что там Никого нет Потому что Удара Были Настолько Сильные Что Смотреть Было Страшно Как Эту Шлюпку Било Аборь Сильный 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 Когда Я доложу Капитана Что Шлюпку Сорвал И Она Ее бьет Аборь Судно Разбивает Та Сказал Приготовить Спасательный Плод Слева Борта В районе Настройки И так Мы И сделали Вдувной Спасательный Плод На 10 Человек Надули В наружном Коридоре Белого Борта Затем Привязали К нему Так Веревку Скажем Чтобы было Понятно И Выверсили За борт На учениях В специальном Бассейне Все конечно Гораздо Проще Плод Уложенный В стальной Футляр При попадании В воду Сам Раскрывается Сам Наполняется Воздухом И людям Остается Лишь Забраться В него Как видим Даже в бассейне При ярком Свете Это не Слишком Просто А если Ночь Если Прыгать Надо С многометровой Высоты Ледяной Волны Бушующего Океана Кто Тут Поможет Отыскать Маленькой Плотик Кто Даст Силы В него Забраться Но Если И заберутся Где гарантии Что его Не затянет Под корму Не разрубят Винтом Не раздавят Днищем Судно Знали Моряки Механика Тарасова И другое Плот Рассчитан Только На Десятерых А на Борту Судно 37 Человек Но Используйте Старые Списанные Плотик Нет Мы Не Выходим В данном Моем Случай С положения Как То есть В принципе Мы Не все Суда Еще Обеспечили Плотами Не все Шлюпка На Ее Спуск Нужно Затратить Немало Время Даже Если Предположить Что Это Время У Экипажа Есть Что Конечно Бывает Не Всегда Использование Шлюпки В сильный Шторм Сопряжено С большим Риском У Высокобортных Судов Шлюпки Располагаются На Высоте 10-15 Метров От Воды При Спуске Во Время Бортовой Качки Они Ударяются Аборт Могут Разбиться А люди Погибнут Обратите внимание Во время Этой Аварии Не Было Возможности Спустить Шлюпки Во Время Этой Аварии Не Было Возможности Воспользоваться Клотами Люди Подгибли Правая В Водет От Переохлаждения И Вот В этой Связи Не Представляет Как Специалист Что Если Судно Такого Типа Имело В корме Сбрасываемую Шлюпку Свободно Свободно Падающую То Весь Экипаж Был бы Спасен По статистике Журнала Морской Флот При Волнении 6-7 баллов Действующие У нас Шлюпки На судах Уже Невозможно Использовать Они При Спуске Просто Разбивается Об Судно Вот Какие Меры Предусматриваются Допустим Новые Конвенции Или Просто Предусматриваются Научными Организациями Морского Флота Для того Чтобы Более Эффективным Сделать Это Основное Средство Спасания На судах Шлюпку Да Моряки Все Убеждены В том Что Традиционные Спасательные Шлюпки Тросового Спуска Это Опасные В общем Поэтому У нас В институте В 70-х Годах Была Разработана Концепция Нового Вида Спасательного Модуля Приводняющегося Вместе С людьми В минимум Времени Потребного Для эвакуации Экипажа В катастрофической Обстановке Свободного Падения Вместе С людьми С высоты До 15 метров Скажем Это уже Многоэтажный Дом Можно Сказать Но К сожалению В отечественную Промышленность Пока еще Не может К сожалению Создать Такое Средство Работает Над этим А сколько Судов Оборудовано Этим Средством За рубежом За рубежом Это уже Более Сотни Судов Оборудованы Такими Устройствами Даже Мы Получили Уже Первое Судно Постройки Испанской Судоверфи На котором Установлено Такое Спасательное Средство Так называемое Ныряющая Посудно Повышенной опасности Ролкер Вы удовлетворены Ваши спасательные Средства Нас Не совсем Устраивают Щупочные Моторы Они Недостаточной Мощности И Заводится Тяжело При низких Температурах То есть Зимой Можно Да Зимой Мы можем Не завести Мотор Вот Что касается Других Спасательных Средств Игненного Пользования Я бы хотел Сказать Конечно При низких Тоже Температурах А мы Плаваем Довольно Часто В зимной Атлантике У нас Нет Гидрокостюмов И Насколько Мне известно Отечественная Промышленность Еще В недостаточном Объеме Снабжает Доброкачественными Спасательными Гидрокостюмами Вот Если бы были Гидрокостюмы Скажем На Механике Тарасове То видимо Там Гораздо Больше Часть Экипажа Смогла Да Я думаю Что Я думаю Что там Люди Погибли От Переохлаждения Если бы Были Они Одеты Гидрокостюмы Они Конечно Продержались А это Костюм Иностранного Производства Это Производство Киевского Завода Киевеластик Производство Советских Гидротермокостюмов Тормозит Ведомственные Разногласия Связано С тем Что Промышленность Не может Наладить Вот Гермомолнию Вот это Производство Которую Вынуждены Закупать За границей А так же Это Комплектующих Изделий Всякого Вида Требования Конвенции Таковы К июню Месяцу 91 Года Все Суда Морского Флота У нас Которые Не имеют Закрытых Шлюпок Должны Быть Укомплектованы Полностью А имеющие Закрытые Шлюпки Должны Быть Укомплектованы По Три Костюма Сейчас Существуют В мире Страны Которые Приняли На вооружение Рекомендации Конвенции Которые Говорят О том Что Весь Экипаж Должен Быть Обеспечен Такими Гидротермокостюмами И Такие Страны Есть Я знаю Это Канада Норвегия И еще Одна Страна Которые Обеспечивают Своих Моряков Полностью Весь Экипаж Гидрокостюмы Нужны Необходимы Это В любом Случше Ну и как Мы будем Выходить Из этого Положения Значит Я еще раз Говорю Есть План Мероприятий Который Утвержден Замминистром Был Юницына План Сейчас Находится Здесь План График Обеспечение Проходства Всем Необходимым Имуществом Он Рассчитан На 5 лет То есть За 5 лет Нам должны Поставить Но пока Поставить Должны Зарубежные Или Но пока Прошло 2 года Это Как С 1 июля 86 года Конвенция Вступила В силу Сейчас Уже 88 Скорый Июль Прошло 2 года Но пока Промышленность Наша промышленность Советская Серийная Не освоила Выпуск Гидротермокостюм Давно Идет разговор Об этих Гидрокомбинезонах Конечно Это дорогое Довольствие Но Ваш 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 бы Не спасли Конечно Если в нем Можно находиться Практически Любой Шторм До 2-3 Суток На любой Воде Ну вот у нас же Тем более Эта информация Проходила у нас В морском Флоте Я понимаю Это деньги Ну вот так У нас же Человеческая жизнь Дороже всего Жизнь Бесценна Многие Привыкли Говорить Эти слова Не особенно Вдумываясь В их Истинный Смысл Не отдавая Себе порой Отчета Такую Страшную Цену Приходится Платить За бездушие И формализм За пренебрежение Насущными Нуждами людей Заложено Выбранные Ориентиры Отсутствие На судах Надежных Спасательных Средств Лишь одна Из сторон Недальновидной Практики Сложившейся На приказных Методах Руководства На достижении Ближайших Производственных Результатов Любой ценой Только сейчас Мы начинаем Понимать Что успехи В прошлом При таком Отношении К делу Были непрочными Главное Обходились Нам Слишком Дорого Гибель теплохода Механик Тарасов Выбрала в себя Многое Из того Что с ужасающей Полнотой Открылась нам В позднейших Трагедиях На морском Флоте Почему же Ее уроки Не пошли Впрок Где-то Где-то Упускали Где-то Своевременно Не обращали Внимания Может быть Своевременно Где-то Не обратили Внимания О том Что Сейчас Даже Молодое Поколение Подрастающее Поколение Которых Мы сейчас Готовим Моряков Это Качественно Новые люди Давайте Может Поближе К социальным Вопросам Перейдем Вот Сейчас Зарубежные Фирмы Многие Прответающие Считают Что Забота О человеке Выгодна То есть Образцом Руководителя Фирмы Становится Человек Который Знает Каждого Своего Работника Его Семью Условия Их Жизни Он Улыбается Он Старается Развлекать В нерабочее Время И За счет Этого Поднимается Произведительство Труда А вот Насколько Такой вопрос Решается И так ли Он решается Сейчас Ну я Не могу С вами В этом плане Быть Полностью Согласен Что ли Потому что И за границей Вопрос Развлечения Кадром С которым Работаешь Не придается Такого значения Как вы думаете На самом деле Конечно Каждый руководитель Безвестмен В каком-то деле Он стремится Знать Своих людей Мы так же Стремим сознать Своих людей Но я не только Это имею ввиду Я имею ввиду Заботу материальную Создание нормальных Житейских условий Нормальных условий Отдыха Ведь это очень Острая проблема Как раз моряки Именно вот По части безопасности Они предъявляют Претензии к качеству жизни Они говорят Мы приходим на два дня Мы не устроим Побывать дома И так далее Вы знаете Наш строй И их строй Это Очень большая разница Что ж С этим Спорить не будешь Но вот Ведь какой Парадокс За рубежом Давно Убедили Что забота О человеке Работнике Не только Желательна По моральному Заму Она просто Выгодна Мы же заботимся О своих Сослуживших Достаточно ли Это забота Вот например В перечне Мероприятий Министерства Морского флота После Нахимова Там Значит Вопрос дисциплины Он стоял на первом месте Или на втором А вот Социальный вопрос Он отодвинут Был на предпоследний Насколько Насколько такая Расценка правомерна С точки зрения Человека Отвечающего За безопасность Мореплавания Как ты думаешь Я считаю Что я нашел Первый раз Разбородом Что это вопрос Комплексный Комплексный Поэтому я считаю Что конечно Социальные вопросы Они Также должны решаться И что нам ответить Родным и друзьям Что вдовом сказать Как утешить Их горе Тогда мы делили Судьбу пополам Но нас Отпустило Грулящее Море Как мы только Появились В общем-то Вот ребята У нас В здании В этом Работает Сказали Что по делам Начальники Все Сказали Кончайте Разговоры Все Тарас Ну Тарас Ну Отсюда Пошел Тот же Квартирный Вопрос Ответ Как решался Это вообще Считалось Может Могли бы Сказать Сразу Нет Когда В больнице Мы лежали Хоть бы Кто-то Пришел Подтересовался Где и что Уходят Друзья Не простившись С тобой Уходят Нежданно Туманное Небо А мир Остается Такой Голубой Такое Же Звездное Светится Небо Такие Же Волны Бегут Никуда Такие Поля Колосатся Хлебами Кто дорог Уходит От нас Навсегда Но Навсегда Остается С нами Туман